Добрый день, друзья! С вами вновь Верхов, и вот перед нами обновленная версия 3.7.6, которая, в общем-то, разрушила все мифы, все надежды игроков, разрушила. Ничего не изменилось, какие-то ошибки убрали, какие-то появились по-новому. Все тот же троян от инфо-софта, который может навредить компьютеру. Все те же ошибки, все те же баги, и, в общем-то, добавлена всего одна база и несколько рыб. Но, тем не менее, интерес к игре высокий. Значит, запускаете вы игру на своем компьютере под свой страх и риск, под свою ответственность, потому что 37 или 38 антивирусов определяют зловреда в файле InstallSoft. Ну, хотите, рискуйте, хотите, просто на отдельные компы ставьте, чтобы потом через 3-4 месяца снести систему и опять перепоставить. А хотите, запускайте, вот как я в контейнере комода запустил игру, она изолирована, и она никак не сообщается с реальной средой. Ну, это все отступление, давайте поиграем. Итак, ну, помним, да, что если вы собираетесь сотрудничать с Install, активную жизнь вести на этом сайте, ник в игре, ник на форуме должен соответствовать. Ну, я-то, в общем-то, не собираюсь это видео выкладывать на Install. Ему и так хорошо без меня, но, тем не менее, для вас, друзья, создаем профиль. Давайте я по-русски его напишу. Итак, ну, начало обычное, деревенские просторы, локация резко, 500 рублей денег, нам пора заглянуть в местный магазинчик, давайте посмотрим, что здесь у нас есть. Ну, ну да, цены, 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 150, катушечка 150, ну, не хватает, да, цены высокие, не хватает ни на леску, на три удилища нам не хватает, давайте-ка посмотрим, что у нас тут по барахолке, возможно, там что-то по дешевке мы найдем. Ладно, друзья, не будем рисковать. Давайте посмотрим, сейчас мы возьмем кредит. Мы взяли кредит, его потом нужно не забыть вернуть, иначе будет проблема, все будет у нас по штрафам уходить. И давайте рыболовном магазине закупимся. Для начала мы купим спин, самый дешевый, катушку самую дешевую, леску самую дешевую, и блесенку самую дешевую, тут за 100 рублей когда-то был джиг, сейчас мы посмотрим, сколько он тут стоит. А сейчас он стоит здесь 200 рублей. Нет ничего за 100 рублей. Нет ничего нет за 100 рублей. Абсолютно никакой блесны нет за 100 рублей. Ну что, купим джиг. Так, что у нас там с денежками? 300 рублей, на вторую удочку не хватает, по-любому. Ну ничего, мы купим, мы сейчас, значит, поймаем с вами две платвичи, платвичи вместо трех. Как зарабатывают деньги, мы с вами знаем и умеем. Сейчас мы это быстренько все поправим. Итак, я собрал спиннинг, двойные клики, здесь все выстрелилось. И давайте на локацию. Ну, любимая пустая лодка. Мы уже знаем, почему пустая лодка. Не туда, извиняюсь. Так, достали, закинули. Достали спин, закинули. И поблесним. Как видите, сразу поклевка, моментально на блесну, на отверстие. Это платва призовая. Сейчас мы еще дождемся поклевки на червяка. Это вторая наша призовая платва. Ну и на спине сейчас мы с вами заберем нашу платвичу. Так, вернуться на базу. Давайте продавать. 1200 мы имеем, 1500 мы с вами имеем. Да, все дорого, очень дорого. Давайте. Ну, да, следующим этапом что? Разряд, корюшка, мутные воды. Помним, да, глубина здесь 2 метра. Настроить 2 метра. Вот она стоит. Вот вот здесь, где-то в этой области. И сразу следует поклевка. И сразу же наша корюшка. Опыт 9, отлично. Теперь мы знаем про спин, знаем про баги, про всевозможные. Не знаем, как их использовать. Ну, блесна у нас пропадет, но не беда. Итак, переключились на снасть с бионасадкой, нажали на это вот окошко, переключились на спиннинг, одели икру. Блесна пропала, но зато мы сейчас будем экономить с вами в бионасадку. И будем вылавливать с опытом, видите, с каким-то 32. Давайте по-моему. Время игровое 21.20, 30 уже. Ну, в общем-то, все играет, баг работает, поклевки идут и на спиннинг, и на бионасадку, на поплавочку идут. Ну, что мне там удалось поймать? Ну, разряд, как видите, 6-й мне удалось сделать. 43 рыбы, там я засушил, там парочку рыб. Удалось мне поймать одну зачетную корюшку. Вот она, на 45 грамм. Мы ее с вами, конечно, продадим. А сейчас мы продолжим играть с вами. И вы посмотрите, что клюет, как клюет. На бионасадку с какой частотой клюет. Ну, вот если сейчас посмотреть мой профиль, предположим. Итого, да, поймано 30 корюшек, поймано 49 рыб, всего поймано. Ну, спиннингист, как видите. И вот сейчас ради этого события я, в принципе, включил и запись. И, как видите, клязьма, квест. Мы можем с вами проехать и посмотреть, что это за квест. Хватит у нас денег или нет, интересно. Ну, в общем-то, я так думаю, что сейчас, вот именно сейчас, заниматься прокачиванием не имеет смысла. Потому что все очень дорого, снасти дорогие, насадки дорогие. Ну, и просто нету разряда денег никаких. На удочку даже на третью там едва-едва хватает денег. Поэтому просто вот сейчас вот нужно, наверное, половить. Опыта на родной базе набраться. Ну, давайте, вернемся на базу. Нет, я хочу все-таки доиграть оставшееся время, чтобы блесну свою полностью максимально отработать. Блесну, она у нас пропала, друзья. 200 рублей, чтобы максимально отработать. Я до 23 часов половлю. Корюшку, может быть, еще мне повезет, сейчас клянет зачетную. Ну, тем не менее, да, то есть, начинается ночное время в игре, начинается, и, в общем-то, поклевка корюшку уйдет, ее не будет. Давайте, вернемся на базу и посмотрим, сколько что стоит. Сначала мы продадим, да, крупную рыбку, зачетую за 648 рублей, неплохо. У нас ясть на доске сегодня стоит. Так, и давайте посмотрим, сколько нам стоит на клязму доехать. Ох, тут требуется 11-й разряд. Да, мы до клязмы не дотягиваем, и 1000 рублей денег. Так что, увы, ах. Ну, то есть, изменилось доступ к базам. А так, а что, давайте посмотрим, на озеро есть у нас с вами возможность ездить. В 375 была возможность прокачиваться на двух базах, на озере и на деревенских просторах. А тут давайте посмотрим, что у нас тут озеро. Вот оно озеро. Итак, 10-й разряд, как видите, 500 рублей. Ну, то есть, остается без вариантов, одна-единственная база. И вот сейчас ночью, мы с вами на утренней заре пойдем добывать денег. У нас вот к концу суток игровых у нас с вами 1846 рублей. Мы можем подкупить, с Настей, а можем не подкупать. Нам нужно сейчас в рыболовном магазине подкупить. Так, а что там, турнир у нас сгенерировался? Онега. Ну, понятно, максимальный вес. Итак, нам в рыболовном магазине, что нам нужно подкупить? Ну, во-первых, блесну одну, да, нужно подкупить. Потому что мы будем подразумевать с вами спиннинговую рыбалку. Самую дешевую, за 200 рублей. Вот он, твистер дешевле, нету. Любую, неважно, купили. И такую наживку, как ручейник, мы с вами будем ловить. Ельцов. Никаких там езях. Речи быть не можем, потому что мы сейчас, наверное, укатаем свои удочки. Нам покупать не на что. Поэтому маленькую рыбку. И ельцы. Вот он, ручейник. 100 рублей стоит. 30 штук. Да за глаза нам 30 штук. Хватит. Новая насадка сала появилась. Тушка рыбы, червь, червь, улитка. Ну, вроде больше ничего такого. Нововведений никаких я не вижу. Ну, потом подробно здесь посмотрим, полазим. В этом рюкзаке посмотрим, что изменилось. Итак, мы с вами встретимся на утренней зоне, друзья. Мы будем с вами ловить ельцов на такой локации, как деревенские просторы. Ну, и база, соответственно, родная, деревенские просторы и локации деревенских просторов. Итак, друзья, 4 часа 10 минут. Самое время отправиться за яльцами. Ну, только нам нужно еды сначала подкупить продукты. И давайте хлебушка купим. Ох, он 120 рублей стоит. Неплохо. Семечки еще лучше стоят. Ну что, купим два хлеба давайте купим с вами. Да, конечно, сильно урезали создатели эту версию по деньгам, но ничего. Итак, локации деревенские просторы. И такая рыба, как ельц. Ну, для начала мы сейчас давайте с вами поедим. Ну, то есть, теперь вы понимаете, что очень важно экономить ресурсы. Рационально очень нимой пользуются. Итак, достаем снасть. Ставим нашего ручейника. Глубину ставим где-то 3,5 метра. Если мне память не изменяет. И вот сюда куда-то поищем тут глубину. Вот она, она есть, осталась. Достаем наш спин. Сначала повесим на него блесну. Между тем, поклевка у нас уже есть. Что там нам клюнуло? Елиц, ну маленький. Давайте достанем спин. Так, ну действия такие же, как мы делали с икрой. Ну, то есть, переключились на удочку с бионасадкой. Переключились потом на спиннинг. Вот блесна появилась. И ставим ручейника. Блесну мы потеряли. Но зато мы получили снасть, которая будет нам добывать опыт очень быстро. Давайте, поблесним ручейником. Половим наших ельцов на утренней заре. Мы будем их ловить все сутки игровые. Посмотрим, сколько нам двумя снастями удастся поймать ельцов. Нас интересуют, конечно, зачетные ельцы, друзья. Мы не будем покупать с вами такие вещи, как прикормки. Потому что они дорогие. Между тем, вы видите, поклевка на спин. Карасик серебряный. Ну, оставим. Возможно, там он есть на доске. Мы потом посмотрим. Ну, как видите, все работает. Вот ельц неплохой уже. Мы заработали денежек. И опыт неплохой, 44. Ну, как видите, спиннинг активный очень. И еще один ельц, 207 грамм. Вы все, друзья, сами видите, на экране все происходит, все события. Ельц клюет замечательно. На 4 мы уже поймали зачетных. Я отловлю утреннюю зарю, друзья. И покажу вам результат утренней зари. А сейчас я пока запись остановлю, потому что действия не будут меняться в игре. Я ничего менять не буду. Буду ловить наручейника, буду ловить ельцов. Давайте встретимся чуть позже. Так, друзья, я включил запись, но только по одной простой причине, что мысль мне пришла ко мне, и я хочу поделиться с вами этой мыслью. Итак, в новой версии создатели игры ввели такую рыбу, как Хатей. Ну, якобы специально предназначенную для новичков. Он стоит кучу денег. Но эта рыба Хатей обнуляет опыт. Так вот, со слов администрации сайта, что вес планировался Хатей в игре 13,5 килограмм. Единственный вес такой, там за него кучу денег собирает. Ну, я хочу что сказать. То есть, ну, как всегда, неправильное решение, поспешное. То есть, обнулить опыт абсолютно. Я понимаю, там, на первом, на втором разряде, когда шаги маленькие. Но если обнулить опыт, предположим, игроку, сотым разрядом, у которого там полтора миллиона опыта, он набирал, чтобы сотый разряд себе получить. Ну, я условно говорю, друзья. И вдруг ловится Хатей, который обнуляет, оставляет ему этот сотый разряд, обнуляет опыт полностью. И потом нужно опять набирать миллион, чтобы перейти на 101-й разряд. Это вообще дикое решение. Вот для новичка же, как говорится, специально для новичков этот Хатей введен. То есть, 13 килограмм его вес, 13,5 килограмма, и снасть нужна как минимум на 15 килограмм, чтобы его достать. У новичка нет таких денег на эту снасть. Абсолютно нет. И поэтому, в общем-то, поспешное, неправильное решение. Абсолютно непродуманное. Если он попадется Хатей, где-то он должен быть здесь, на этой базе, на деревенских просторах. Но если попадется, мы посмотрим, какого веса он попадется. Сможем ли мы его достать на наши снасти на 3 килограммы. 15 килограммовый снасть стоит кучу денег. Мы ее просто не в состоянии купить на низких разрядах. И, как видите, я играю двумя удочками. Ну, что мне удалось? Давайте посмотрим. Мне удалось поймать несколько зачетных ельцов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть ельцов мне зачетных удалось поймать. Ну, еще, еще день впереди весь. Я думаю, что мы еще, может быть, поймаем несколько штук зачетных ельцов. И посмотрим в конце суток, что нам удалось заработать. Какой разряд у нас будет к концу игровых суток. Ну, а сейчас седьмой разряд. Ну, что, какие наблюдения? В общем-то, снасть, биологические насадки стоит глухо. Одна поклевка, две поклевки, всего на нее было. Всю рыбу ловит спиннинг с бионасадкой. Поэтому нужно использовать в своей игре это. Ну, бог с ней, там, 200 рублей мы отдадим. Ну, мы получаем, в общем-то, какие-то поклевки какой-то рыбы. Возможность поимки зачетов. Набор опыта у нас идет с вами, друзья. И самое главное, почему елец, почему не карась, почему там не ясь. Ну, снасти хлипкие. Трехкилограммовые снасти ясь убьет все. А цена, наверное, не изменилась. И мы посмотрим с вами на доску. Если там ясь будет стоять, посмотрим, сколько он стоит. Так что продолжаем ловить ельцов. Зарабатывать себе на снасти, зарабатывать себе на турниры, на первые. Зарабатывать себе денежек. На насадки, на прикормки. Все дорогое. Еда очень дорогая. Семечки дорогие какие. Тысяча рублей стоит. Хлеб 120 рублей. Для новичка 120 рублей. Большие очень деньги. Ну, то есть, непродуманное, непродуманное обновление какое-то. Не учтено абсолютно ничего. Ну, тем не менее, друзья. В 22 часа я, наверное, включу запись по-новому. И мы с вами посмотрим результат итогов моего дня. Ну, это карасик или плотва клюет. Елес быстрее клюет гораздо. Давайте, дождемся шпаклевки. Потом я остановлю запись. Это плотва, скорее всего, друзья. Аккуратненько. Нет, это карась золотая. Вот рыбачок наш проголодался. Не хочет забрасывать. Три хлебушка. Четвертая не надо. Хлебушка дорогого стоит. В конце дня мы наведем ревизию в рюкзаке. Сделаем журцов. Что-то продадим, что-то оставим. Давайте я. Увидимся с вами попозже. Попозже. Итак, друзья. Я включаю запись за несколько часов до нулевой отметки. 21 час 20 минут, как видите. Давайте посмотрим, что мне удалось поймать. Ну, может быть, с десяток я поймал зачетных яльцов. И что-то около этого. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять зачетных яльцов. Попался мне карась на килограмм. Ну, слава богу, снасть устояла. И, как видите, износ есть. Вот на спиннинге небольшой. Но снасть еще в рабочем состоянии. Могут свободно продолжать ловить. Это хорошо. И сейчас мы с вами дождемся окончания активности нашего яльца. Это 23 часа. Пойдем на базу и посмотрим итог вторых суток. Как видите, разряд у меня поднялся за это время. Восьмой стал. Яльцы там ко мне попались. Там есть несколько карасей золотых. Мы их отпустим, чтобы корма к нам была. Там много корешка у меня. Мы можем живца заготовить. Это вот елец клюет. Сейчас вес посмотрим. Видите, зачетный елец хорошо. Значит, если сравнивать интенсивность лова, предположим, спиннинга и поплавочной оснастки, то 90% всей рыбы приходится на спиннинг пойманный. И 10% где-то это поплавочная оснастка. Ну, то есть, интенсивность у спиннинга более высокая. Частота поклевок более частая. Остается меньше часа игрового времени активного на поимку яльцов. Ну, возможно, сейчас поклевки, если они и будут, то это должен тяжелый елец клевать хорошего веса. Ну, как правило, в этот период активируются крупные поклевки крупного веса. Сейчас посмотрим. Немножечко, секундочку, терпения. Как видите, я ловлю двумя снастями. Двумя снастями можно прекрасно обходиться. Ну, то есть, я берегу максимально деньги. 1300 у нас еще, вон, кредит там висит на 500 рублей. Мы брали, нужно обернуться. Ну, еще одна, возможно, две поклевки нам будет, если клюнет. Вот сейчас последний заброс, и есть поклевка у нас. Но это не елец, к сожалению. А может быть, и елец, давайте посмотрим. Елец, 73 грамма. Ну, все, 23 часа, уже поклевок не будет. Давайте с вами вернемся на базу. Отловили я ровно сутки игровые двумя снастями. Давайте продадим нашу зачетную рыбу. И, как видите, обращаю ваше внимание, 8 тысяч. На 7 тысяч мы с вами поймали ельца. Неплохо, за игровые сутки 7 тысяч. Стоимость его, вон, какая. 900 рублей, 500, 600 рублей. Так, есть, что он у нас стоит с вами? 150 рублей стоит. Ну, ничего не поменялось. Так, у нас есть карасик серебряный. Все-таки несколько карасиков. 6 штук мы еще давайте продадим. Ну, и этого ничего у нас нет. Давайте с вами сейчас ревизию садка сделаем. Отпустим мы карася золотого. Отпустить этот вид. Какую-то карму там мы получили. Так, платва отпустить. Этот вид тоже нам не нужен. Вот, корюшка и елец. Так, ротанов тоже отпустить. Вот, корюшка и елец. Это две. К водоросли тоже давайте отпустим. Итак, у нас в садке только корюшка и елец. Из всей корюшки давайте мы с вами сделаем живца. Шифт-Б. Елец, который ниже 100 грамм, тоже живец. Который выше, отпускаем. И еще шифт-Б зажмем и сделаем с вами еще живцов. Итак, что у нас там с вами получилось? Давайте проверим. Нужно будем собирать все с вами, друзья. Потому что все дорогое. 40 живцов получилось сделать. Есть у нас ручейник, есть у нас червь. И есть у нас икра. Ну, наверное, хватит на этом, друзья. Я пока закончу наше путешествие в мир русской рыбалки. Увидимся позже. С вами был Верхов. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok